Уважаемые дамы и господа, мы рады принимать в Москве генерального секретаря ОБСЕ, господина Ламберто Заньера. Это ежегодный рабочий визит, и мы дорожим этой традицией. Она позволяет регулярно обмениваться мнениями по основным вопросам повестки дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, по деятельности ее исполнительных структур, и в дополнение к повседневным контактам в Вене между нашим представительством и секретариатом ОБСЕ, эта возможность весьма и весьма продуктивна. Мы выступаем, и я подтвердил сегодня это генеральному секретарю, за укрепление ОБСЕ, ее роли, ее место в международных делах в соответствии с ее изначальным предназначением. Напомню, что эта организация создавалась для устранения разделительных линий на евроатлантическом пространстве, для расширения сотрудничества и укрепления безопасности во всех ее измерениях. Сегодня эта задача актуальна как никогда. Да, идеологических препятствий к тому, чтобы реализовать изначальное предназначение ОБСЕ не существует, но есть субъективные факторы, которые пока еще не удается преодолеть, хотя, подчеркну еще раз, мы рассматриваем ОБСЕ как уникальный инструмент, который в случае полного задействования его потенциала может решить очень многие вопросы на евроатлантическом пространстве, включая гармонизацию интеграционных процессов на всем пространстве ОБСЕ. Это касается и экономики, это касается и гуманитарной сферы, включая, безусловно, свободное передвижение людей, либерализацию и полную отмену визовых режимов, как это, собственно, и замышлялось, когда подписывался хельсинский заключительный акт. Для нас ОБСЕ также важна, как организация, провозгласившая принцип неделимости безопасности на евроатлантическом пространстве, и мы заинтересованы в том, чтобы этот принцип последовательно воплощался в практических программах, в том числе и не в последнюю очередь в программах, которые нацелены на борьбу с новыми вызовами, терроризмом, наркотрафиком, другими формами организованной преступности. Хотим, для того, чтобы ОБСЕ могла более эффективно выполнять возложенные на нее задачи, провести реформу организации, прежде всего, принять ее устав, потому что у каждой организации должен быть уставной документ. Мы в этом русле обсудили сегодня подготовку к очередному заседанию Совета министров иностранных дел, который состоится в Киеве 5-6 декабря. И особое внимание, помимо практических направлений работы ОБСЕ, мы уделили инициативе, которая называется «Хельсинки плюс 40» и предполагает разработку к 40-летию Хельсинского заключительного акта, к 2015 году, развернутого документа, который будет концептуально подтверждать и развивать принципы, на которых базируется эта организация. Рассчитываю, что по итогам сегодняшних переговоров мы сможем предпринять дополнительные усилия, чтобы содействовать успеху заседания, которое предстоит в Киеве на министерском уровне. Мы будем продолжать поддерживать генерального секретаря ОБСЕ в его усилиях добиться успешных результатов. Конечно же, будем продолжать поддерживать украинское председательство ОБСЕ. У нас совсем недавно были специальные консультации по вопросам подготовки к киевскому министерскому заседанию. Спасибо. Консультации были чрезвычайно плодотворны, как указал министр Лавров. Для генерального секретаря ОБСЕ стало традицией посещать Москву, прежде чем состоится министерский совет. Я полагаю, что совет министров иностранных дел, который состоится в Киеве, имеет огромное значение. Это станет возможностью сделать шаг вперед в обсуждении вопроса о создании сообщества безопасности в евроатлантическом, евразийском пространстве без разъединительных линий. Это чрезвычайно важно, в особенности на этом этапе. У нас есть план работ, который находится под эгидой процесса Ельсинки плюс Сори. В 2015 году состоится празднование годовщины принятия заключительного акта Ельсинки. Поэтому мы должны подумать, каким образом мы можем повысить эффективность нашей работы. Повестка дня чрезвычайно сложна, она широка. Там известны три корзины безопасности в рамках ОБСЕ. Мы работаем по первой корзине по военно-техническому сотрудничеству в рамках обсуждений будущего контроля над вооружением. Вторая корзина – это укрепление экономического измерения нашей организации. В этом году мы обсуждали проблемы энергетической безопасности и экологические последствия этой проблемы. И, наконец, третья корзина – это человеческое измерение. У нас есть предложения, в соответствии с которыми мы могли бы присмотреть ряд методов, в соответствии с которыми ОБСЕ действуют в этом измерении. Как я уже отмечал, вопросы безопасности в Европе у нас есть чрезвычайно широкий характер. У нас есть полевые операции. Мы кратко обсудили нашу деятельность в Косово в последнее время. Наша деятельность там до сих пор продолжается. Она направлена на содействие в проведении муниципальных выборов на севере Косово, в том числе для тех голосующих, которые будут голосовать за пределами Косово. Наша деятельность весьма эффективна, однако, тем не менее, имеется ряд сложностей, и еще многое предстоит сделать. Разумеется, мы также участвуем в деятельности, которая касается предотвращения конфликтов, в частности, конфликт Молдавии и Приднестровья, Нагорно-Карабахский конфликт. Однако, также мы уделяем внимание и тому, что происходит поблизости, рядом с ОБСЕ в Средиземноморском регионе, в Афганистане, в Центрально-Азиатском регионе. Мы анализируем, каким образом мы должны действовать, учитывая воздействие ситуации в Афганистане. Также мы занимаемся такими вопросами, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, фундаментализмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, торговлей людьми, организованной преступности. Это вопросы, которые следят на воевские дня организации. Мы обсуждаем эти вопросы, в том числе и с Организацией Соединенных Наций, и рассматривая пути взаимодействия, к каким образом мы можем, в соответствии с главой 8 Устав Организации Соединенных Наций, обойте, как региональная организация могла бы работать более эффективно, содействуя воплощению в жизнь принципов ООН. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, у нас есть возможность для нескольких вопросов. Пожалуйста, Альманар. Ахмад Хажали, Ливанская коммуникационная группа телевидения Альманар. У меня вопрос обоим. Первый вопрос к господину генеральному секретару Ламберту Заньер. Как ОБСЕ оценивает российские усилия по созыву Женева-2 с целью предотвращения международного терроризма во всем мире и, в частности, в Европе? А Сергею Викторовичу, конечно, традиционный вопрос, на какой этап, какие перспективы на сегодняшний момент созыву Женева-2 на фоне предложения России собрать представителей оппозиционных сил и властей на одной площадке в Москве в неформальном виде. Спасибо. Что касается Женевы-2, хочу сказать, что диалог всегда носит претивный характер. ОБСЕ поддерживает эту инициативу, поскольку ОБСЕ как раз и основывается на идее диалога, который является основным инструментом для предвращения и разрешения конфликтов. Поэтому, с точки зрения ОБСЕ, эта инициатива чрезвычайно важна и позитивна. Однако, напрямую этот вопрос на пресс-коднях у нас не стоит. Созыва этой конференции, то пару дней назад, как вы знаете, в Женеве были консультации сначала российско-американские с участием Лагдара Абрахима, потом к ним подключились представители других стран, постоянных членов Совета Безопасности, а затем состоялась также встреча с представителями гуманитарных агентств системы ООН. И, кстати, говоря о гуманитарном аспекте кризиса, основной вывод из дискуссии с представителями гуманитарных агентств системы ООН заключается в том, что они прекрасно видят свои задачи. Они сложны, эти задачи, но агентства предпочитают работать над решением практических вопросов, а не политизировать ту или иную гуманитарную ситуацию, как это пытаются делать, пытались делать в отношении сообщений о вспышке полиомелита. Представитель Всемирной организации здравоохранения четко сказал, что об этом надо не говорить, а делать прививки. Было всего 10 случаев, и ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, вместе с Сирийским министерством здравоохранения занимаются вот этой работой, делают прививки детям. Так что в этом мы видим также полезную роль, которую система ООН играет в усилиях по снятию вот этих гуманитарных проблем в сирийском кризисе, хотя, конечно, делать нужно еще больше. И напомню, гуманитарные вопросы, наряду с задачами борьбы с терроризмом, наряду с задачами обеспечения национального согласия в Сирии, все это входит в повестку дня «Женевы-2», все это отражено в Женевском коммунике прошлого года, которое и ляжет в основу работы, предлагаемой нами и Соединенными Штатами конференции. При обсуждении вопросов практического свойства, включая сроки и другие организационные аспекты, пока нам не удалось выйти на договоренность, прежде всего потому, что оппозиция не готова к принятию приглашений на конференцию без предварительных условий. Условия эти хорошо известны, убрать АСИД, а потом будем разговаривать, ну и так далее. Это, повторю еще раз, противоречит российско-американской инициативе, которая предполагает СОЗОВ конференции без предварительных условий для полного осуществления задач, сформулированных в Женевском коммунике от 30 июня прошлого года. И добавлю еще одну вещь, в общем, эту неуступчивость и вот эти вот запросные требования выдвигает национальная коалиция, которая претендует на то, чтобы называться единственным законным представителем сирийского народа, но которая не представляет даже большинство среди оппозиционных структур, которые противостоят режиму АСИД. И для того, чтобы помочь сформировать позитивное отношение у оппозиционеров к российско-американской инициативе, мы предложили, чтобы представители различных оппозиционных групп приехали в Москву для абсолютно неформального разговора, ни к чему не обязывающего разговора. Просто мы хотим понять, действительно ли невозможно сделать так, чтобы в оппозиционной делегации на Женевской конференции были представлены все значимые группы из числа оппонентов режима. Мы убедились уже не раз, и вот встреча с американцами Дванинад в Женеве это подтвердила, что национальная коалиция не может реально стать объединяющей группой для всех сирийских оппозиционеров. Так что наше приглашение на эту неформальную встречу в Москве, а мы хотим, чтобы и наши американские партнеры тоже направили своих экспертов, и Лагдар Брахиме, чтобы своих сотрудников сюда прислал. Надеюсь, что наше приглашение будет воспринято позитивно. Многие оппозиционеры уже такое позитивное отношение высказали, и посмотрим, у нас есть основания полагать, что это будет как минимум не бесполезно, чтобы оппозиционеры друг другу посмотрели в глаза, они мало общаются между собой, и согласовали подход, который не будет противоречить российско-американской инициативе, а будет означать позитивное отношение к этой инициативе и участие в Женевской конференции. И последний вопрос. Голос России, пожалуйста. Вопрос к господину Лаврову и господину Заньеру. Как Вы оцениваете ход переговоров в Женеве по иранской азерной программе, особенно в контексте вчерашнего заявления Белого дома о том, что если шестерке не удастся договориться, то санкции будут ужесточаться? Спасибо. Ну, наверное, сейчас я начну, хотя бы потому, что Россия является одним из участников этих переговоров. Переговоры группы 3 плюс 3 с Ираном в Женеве сегодня продолжаются. Я не хочу делать каких-либо прогнозов, но шанс есть на то, что будет согласован общий единый подход, включающий в себя дорожную карту по окончательному закрытию этой проблемы. И сообщения, которые в Женеве поступают, они позволяют на это надеяться. В решающей степени этому помогло то, что некоторое время назад партнеры поддержали наше предложение положить в основу переговоров принцип поэтапности и взаимности. Когда на каждый шаг Ирана, навстречу требованиям, содержащихся в решениях Совета Управляющих МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН, международное сообщество делает встречный шаг, ослабляя санкционные давления. Этот принцип в итоге был принят на переговорах всеми нашими партнерами, и это сыграло весьма и весьма конструктивную роль. А сейчас самое главное, чтобы помимо вот этого организационного подхода достичь согласия и по вопросам существа. А вопрос существа, по нашему глубокому убеждению, должен решаться на основе согласия с той формулой, которую озвучивал президент Российской Федерации, которая закреплена во внешнеполитической концепции России. Она заключается в том, что мы призываем признать право Ирана на пользование благами мирной ядерной энергетики, включая право на обогащение при постановке всей ядерной деятельности Ирана под надежный, четкий контроль со стороны МАГАТЭ. И, естественно, при снятии всех тех вопросов, которые пока еще у МАГАТЭКа рано остаются. И вокруг этого сейчас в Женеве идет переговорный процесс. Если этот принцип удастся зафиксировать, то я думаю, что мы сможем начать практическое движение вперед к снятию всех озабоченностей международного сообщества в связи с иранской ядерной программой. Со своей стороны я едва ли могу добавить еще что-то, поскольку этот вопрос не стоит в повестке дню ОБСЕ, ведь это региональная организация. Единственное, что я могу сказать, это то, что мы приняли принципы, регулирующие нераспространение. И они пользуются мощной поддержкой. Мы поддерживаем таким образом внедрение МАГА. Благодарю вас.